Всем привет! С вами Юмилька! Добро пожаловать на мой канал! Подписывайся на канал, если ещё не подписан, не подписана. Подписывайся на Twitch, там у нас стримы с просмотром аниме-видосиков на YouTube и с прохождением игры. Вот сегодня мы прошли ОРИ! Это было эпично, жёстко, эмоционально, и мы это сделали. Я говорю мы, потому что я проходила, чатик меня безумно сильно поддерживал, так что если хочешь в чём-то таком участвовать, то залитай, я от себя буду ждать. Всё, смотрим видос, он у Джимми только недавно вышел. Let's go! Я высадил пять мужчин и пять женщин среди другого леса! И прикол ещё в том, что когда я смотрела ролики с выживанием у Джимми, то как-то говорила, что, блин, было бы прикольно посмотреть, как выживают девушки. И сейчас мы это увидим. На команда, что продержится дольше, получит полмиллиона! Даю вам дня три. Деньги наши! Это ваша часть леса! Ни в коем случае нельзя переходить границу, иначе дисквалификация. Советую готовиться к первой ночи! Идём! Желаем вам удачи! Мужчины или женщины, увидим, кто победит. Девушки ни за что не победят. Они уж не мужики. Как думаешь, как там парни? Ужасно. Наверное, они уже сдались. Мы не просто выживем, а с кайфом. Главное, не бояться голода. Супер любопытно ощутить разницу в подходе мужчин и женщин. Будет окей. О, у нас клубника. Уху! Всё, что тут растёт. Кайф, клубничка! Я уже представляю себе. И ему очень сильно повезло. Бежище. Вот оно! Тут будет убежище. Мы дома, братья! А на другом конце леса девушки нашли место для своего лагеря. Вода тут грязная. Надеюсь, мы сможем пойти вверх по ручью и найти чистый источник. Ощущение, как будто у Джимми уже был видеоролик с выживанием в этой локации. Красиво. Напоминает ту локацию, которая фигурировала ранее. Да, сейчас всё спокойно. Но этот челлендж станет самым жестоким, что мы снимали. Если я уйду, то потом пожалею. Правда, самым жестоким? Я слышал, что... Он так сказал, так нежно. Тут так тяжело. Не думаю, что мы тут одни. Я не бесцениваю его страдания. Нет, просто это так звучало. Фрукты, гранола, сосиски. Всё мясо у тебя. Я также дал им по бутылке воды и базовое снаряжение. Еды не очень много. Нужно подумать, как это есть. Что она есть, хотя бы? Внимание, вы слышите меня? Чётко и ясно. Это уже хорошо. Вы тут? Хочу убедиться, что вы понимаете правила испытания. Чтобы было интереснее, если кто-то выйдет из челленджа, он всё равно получит свою долю денег. Важно ли, что у какой команды останется пасыль? Флей, это ведь по факту кто-то прямо сейчас может один уйти. Типа сказать, ну сами там выживайте, сами паритесь. Ребята, они всё равно захотят выиграть и будут продолжать двигаться без него. А чел на халяву деньги получит. Мы такого не ожидали. Никто не ожидает. Каждый сам должен решить, остаться, чтобы помочь команде, или уйти, чтобы сэкономить им еду. И ещё. На протяжении испытания вы не будете знать, сколько мужчин осталось, а они не будут знать, сколько осталось женщин. Вам нужна стратегия. Будет весело. Этой еды дольше хватит на двоих, а не пятерых. Мы сможем прокормить одного-двух человек? Разберёмся в процессе. Если кто-то хочет уйти, я не буду осуждать. А я буду. Стоп, уже. Да, да, ещё, бобро. После первой недели нам нужно будет думать стратегически. Сто процентов. Мы же команда. Мы справимся. Девчонки шик, парни пши. До конца ночи обе команды строили убежище, чтобы быть готовыми к непогоде. Парни построили своё из первых попавшихся веток. Вот вы обратите внимание, любой челлендж Джимми на природе, и там либо буря, либо, ну, просто дождь. И так всегда. Как будто он специально смотрит прогноз погоды, когда, ну, будет погода не очень хорошая, и на эти дни назначают съёмку, чтобы видос был акшённее. Тут вигваме всё такое. Девчонки так не смогут. Вообще-то смогут. И у них получается гораздо лучше. И вверх. Есть. Я попробую развести огонь. Ура! Спорим, мы обогнали парней? Готовы. У-у-у, вот так. Вот это я понимаю старт, парни. Первая ночь была тяжёлой. Я долго не мог уснуть. Доброе утро. Нужны ещё стены для вигвама. Достроим наш дом. Думаю, у девушек дела идут лучше. Мы идём в лес, потому что нам нужна вода. В поисках чистой воды парни много километров шли по грязному болоту. Надеюсь, дамам это тоже предстоит. Если честно, в этой воде ничего не видно. Всё зависит от выбранной локации. Хочу пить болотную воду. Мы прошли более двух километров. Второй день. После пары часов поисков парни наконец-то нашли источник воды. Нашли. Наконец-то. Ещё щекипетить надо будет. Девушки уже прикидывали, как им избавиться от части команды, чтобы сэкономить еду. Если мы хотим победить как команда, то нужно понимать, что еды даже на двоих не хватит. Хотелось бы, чтобы хотя бы двое дошли до конца. Согласна. И всей команде было ясно, кто будут эти двое. Федро и Джулия, наши мамы-выживальщицы. Оооо. На подхвате. Помогаем, когда нужно. А парни же вообще об этом не задумывались. Мы совсем не экономим. Нет. И мы не обсуждаем стратегию. Пять человек, это очень много едоков на наши запасы. Нам не дотянуть до конца пятером. Четвёртый день. Что если парни, ну каждый из них думает, то что, блин, кайфово, в видосе Мистера Биста побуду подольше, поэтому никто не хочет уходить. А девчонки, смотрите, как, так, нам надо, чтобы осталось два человека, кто самый мощный, их оставляем. Ну, тут тактика есть, тактика работает. Молодцы. Вообще, забавно то, что ни одна из команд не рассматривает вариант добычи еды своими руками. То есть, они будто бы говорят, что еды хватит только на двоих, а то, что еду можно добыть. Ну, и понятное дело, действительно, в пятером выживать сложнее, нежели чем вдвоём, но можно было бы там три человека оставить. Допустим, поначалу три человека оставить, а потом, в худшем случае, два. Говорили о том, что мы всё добываем, а остальные лишь веселятся. Мы с Те Джейм тянули лямку, строили, строили, строили для команды, а эти трое сидят только в трое и ничего не делают. Вот их выгнать. Джош, то есть, еда кончилась? Да. Когда? Сразу видно, кто добытчик. Ты знал, что еды нет? Нет. Видишь, не я один. А кто пузачик? Так и знал. Тишина. Парни не провели в челленджи и недели, а уже начали объединяться против одного из своих. Я прямо скажу, Джошуа, ты только и делаешь, что отдыхаешь, а мы изо дня в день тратим кучу сил. В смысле? Стоп? Чего? Что? Ты только и делаешь, что отдыхаешь? Так и знал. Тишина. Парни не провели в челленджи и недели, а уже начали объединяться против одного из своих. Я прямо скажу Джошу. Ты... Что? Только и делай, что отдыхаешь. Отдыхает! А мы из одного дня в день тратим кучу сил. Если они выиграют, я не знаю, что там будет дальше, но пока что могу сказать, что они не заслуживают этих денег. Обидно. Я не виноват, что он так устает, делая свои сальто и выпендриваясь на камеру. Поэтому сегодня я задумался, хочу ли я вообще продолжать. Пока напряжение заставляло некоторых мужчин думать об уходе, девушки были готовы на то же, но только ради... Так стараются и ради таких вот говнюков. ...стратегии. Возможно, придется меньше есть. Нельзя. Мы еще не притронулись к запасам. Пора, как команда, отправить кого-то домой. Ради победы. Запасы должны достаться двоим максимум. Поэтому мы, как команда, решили, что мне пора домой. Это Ханна, и я готова уйти. Мы незаметно эвакуируем тебя из леса, не предупреждая парней. Сделаем это на незаметном монстр-траке. Мы подъезжаем к лагере для первого выбывания. И я ухожу в рамках игровой стратегии. Логично, больше еды для остальных. Что ж, заберем тебя отсюда. Победите, слышите! Ты молодец! Если победят женщины, ты будешь самой умной. Вы была первая, получишь 100 тысяч. Ну да, на халяву. Многие скажут, я бы просто ушел. Что ж, Ханне повезло, потому что следующие два дня шли проливные дожди. И обеим командам пришлось сидеть в убежищах и выживать только за счет запасов. Мы точно долго не протянем на этой еде. А на десятый день я решил привнести разнообразие. День десятый, если вы видели мое видео, то знаете, что пора устроить испытание. О, да! Но чтобы сделать все еще ярче, каждые 10 дней парни и девушки будут соревноваться между собой. О! И начнем мы с визита к девушкам. Привет! Привет! Прошло 10 дней, что это значит? У тебя нехорошие новости? Как знать. А-а. Вам нужно выбрать лидера для состязания с одним из парней. За приз. Через час я буду ждать у моста. Здесь видео становится интереснее. Наш выбор по этому. Посмотрим, как там парни. Прям так единогласно, да? Добро пожаловать в мужской лагерь. Вы такие официальные. Ну, кстати, никто не ушел, да? Вам нужно выбрать лидера, который через час встретится со мной у моста. Единогласно. Киллер Пи? Я очень в себе уверен. Внутри я немного боюсь. Сюда! Так драматично идут. Поздравляю, вы выжили 10 дней. Ну, так такое противостояние. Вообще-то неплохо. И помните, они не знают, сколько людей осталось в команде противника. Как думаешь, сколько их осталось? Трое. А сколько, по-твоему, их осталось? Я думаю, тоже трое. Забавно, но оба ошибаются. И никто не узнает правду, пока одна из команд не победит. Испытание простое. Вы будете по очереди стрелять в мишень. Под мишенью висит мешок. Со скоропортящейся едой. Если попадешь, он упадет. Если промахнешься, передвиньте мешок. Она получит возможность его выиграть. Я отличный лучник. Теперь я думаю, что зря я отправил Патрика, а не себя. Челчо Сигму все время показывает. Ну, реально. На что упадет, тот первый. Только не в воду. Парни, окей, стреляй. Первый выстрел и готов. Ты когда-нибудь стрелял из лука? Никогда. Хорошо. Как будто суперболус смотрел. Первый раз стреляет? О, первый раз стреляет. Ну ладно, надо привыкнуть еще. Сдвиньте мишень на другую сторону. Посмотрим, получится ли у дам. Ого, она снимает куртку. Ну, так серьезный настрой. Давай, давай. Федро, твоей команде очень нужна эта еда. Сможешь ли ты ее добыть? Стоп, стоп, она же... Оно попало, да! А я, короче, впервые увидела, как будто вот тут стрела пролетела. Офигеть! Объяснись! Найс! Это прямо как голодные игры! Да, 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 я тоже про голодные игры подумала! Ну что ж, забирай! Ура! Да вы, часа! Красотуля! Смотрите, какой пир... Правда, у них такие авокадики уже подрасквашенные. Вот это грустно. Покажите парней! Им трудно. Вперед, вперед! Вы все вперед! Быстро немного поешьте. Ты всегда говоришь, вы все. Что ж... А, что, что? Мы открыли запасы после дождя, а это скоропортящиеся продукты. Так что, хоть это и продлит запасы, но ненадолго. И мы решили, что я уйду. Ты хочешь уйти сейчас? Да. А я как раз здесь, подбросить тебя обратно. Да. И вот, что... Объятие на прощание. Пока, красотки! Увидимся снаружи! В женской команде осталось всего три человека, а в мужской все еще пять. Так. Я уверена, мы выиграем ради нее. Вот сейчас такой расклад как будто, ну, все указывает на победу девушек. Но если парни как-то выиграют, я даже не знаю. Я тоже. Буквально голодные. Но пока еще не голодная игра. Вот думаю, к середине ролика пойдет жара. Без Изи еды стало в избытке, поэтому боевой настрой девушек был на высоте. Настроение отлично. Ой, шашлын-дом. Много оптимизма. Мы очень старались, поэтому эта еда многое для нас значит. Ваше здоровье. Вкусно. Однако, проигрыш плохо отразился на Ти-Джея. Я сильно корю себя за испытания по стрельбе из лука. Все думали, что должен идти я. Единогласно. Киллер-пи! Киллер-пи! Нужно было вызваться мне. Так они же заранее не знали. Это вот знаете, если бы, да как бы. Не надо зацикливаться на подобном, потому что так ты только себе делаешь хуже. Ну, получилось как получилось. Движемся дальше. Когда был шанс? Когда я сидел на стуле и увидел луки со стрелами, то подумал. Это... Должен быть я. Дальше пойду я. Еще парней. А вдруг там будет испытание, которое вообще для него будет неподходящим. Ну, невозможно шукатать заранее. А мы наслаждались изобилием еды. За вас. А парням, увы, пришлось ловить себе рыбу. Просто посмотрите, такие девчонки. За вас. У них как будто девичник на природе. Это нечего. А парням, увы, пришлось ловить себе рыбу. Давай, детка. Удочка из палки. Нет. О, поймал. О, нет. Запасы пищи были почти на исходе, и команда парней начала терять надежду. Бро, Кэм, я рад, что ты здесь с нами. Знаю, я выгляжу вялым и все такое. Это в голове, сил просто нет. Стресс начал сказываться на Кэмероне. И хоть Сэмми пытался его подбодрить, но к утру 13-го дня тот уже принял решение. Недостаток сна берет свое. Я достиг своего предела. Горжусь тобой, бро. Держись, чувак. Спасибо за все. Пока, Кэм. На уход Кэма нас сегодня потряс. Это грустный день. Но не только парни понесли потери. Сегодня день Талии. Мы будем по ней очень скучать. Да, будем. А точно ли вот на этом этапе надо ее, так скажем, ну не выгонять, а отправлять куда-то? Просто у них же дела идут отлично, зачем им избавляться еще от одного человека? Уходили из-за стратегии ради полумиллиона. Парни уходили из-за трудностей. Я так подавлен. Я благодарен за это. Просто чертовски тяжело. У меня был срыв, бро. Протянешь до следующего испытания? О, нет. Это меня убивает. Иди сюда. Но ведь видос так долго длится, значит как-то они подержались. Немного улучшив свое убежище, парни легли спать. А утром связались по рации. Привет, парни. Я слышал сообщение по рации. Дадется мне объяснять Джимми. Не буду строить из себя матч и говорить, что все просто. Так, парни, проводим его на выход из испытания. Покидая лагерь в последний раз, Сэмми сделал парням прощальный подарок. Хочешь футболку? Давай. Свою одежду. А, да? Теперь, когда вы все у него забрали, он свободен? Свободен. Он сел в машину, значит он официально выбыл. Карл, увози его. Теперь вас трое, так и дальше будет. Через два дня останется один? Конечно, нет. Прошло всего две недели, а мы уже потеряли половину игроков, и ситуация ухудшалась. Так. Я смотрел на машину, которая его увезла, и завидовал ему. Не знаю, дотяну ли я до конца. Просто тут все дело в том, что если он уйдет, смогут ли остальные парни выживать и действительно стараться ради победы? Или же они забьют? И тут все стало еще хуже. Начался сильный шторм. Дочь капает. В отличие от надежного убежища девушек, в котором они спокойно спали, жилище парней не было рассчитано на такой ливень. Я не хочу, чтобы все так закончилось. Проливные дожди продолжались еще два дня. Мой дождевик промок насквозь, вода заливалась за пояс, и штаны промокли до нитки. Я был готов сдаться. Дождь наконец-то закончился, и мама Федора готовит нам завтрак этим утром. Тушеная говядина. Вкусно. Уверена, у парня сейчас такого нет. Дело плохи. Это мой злейший враг. Ядовитый плющ. Все чешется, и это невыносимо больно. Я начинаю думать, что мое время подходит к концу. Мы в лучшем положении, чем парни. Должно быть. Мало кто может терпеть это долгое время. Парни, нужно поговорить. Я точно сделал все, что хотел. В какой-то момент нужно просто уйти. Эгоист во мне говорит, ты уйдешь, я получу больше еды. Эй, это Джош из мужского лагеря. Кажется, я готов уйти сегодня. Опа, два на два. Но только их останется двое парней, и у них нифига нет провизии, а у девчонок дофигища вкусняшек. Кажется, я готов уйти сегодня. И вот так Джош выбыл. Я уже прям смотрю. Джош, залезай! Давай, Карл, пора в путь. Если честно, я на все сто уверен, что мы стали сильнее. У нас хватит еды на долгое время, плюс мы выиграем испытания. Довольно смелое заявление. Давайте проверим его. Какой сегодня день, Чендлер? Пятница. Ну, посмотрим. Двадцатый. А значит, время для второго испытания. Кстати, Чендлера давно не было, да? Трога-трога. Выберите капитана и отправьте к мосту. Легкотня. Ладно, скоро увидимся. Хорошо. Я покажу ей, что, несмотря ни на что, она не победит. Итак, раз мы оба не участвовали в прошлый раз, я кое-что проясню. Заступил за середину, выбыл. И шансы команды на выигрыш полумиллиона ухудшились. Чендлер, отметь чем-то середину. Потом вернем на место. А, вот так. Привет! Привет! Рад встрече. Взаимно. Мы из команды предлагаем тебе и тем, кто остался, 50 тысяч долларов, если вы сейчас дадитесь. Это так смешно просто! При том, что у девчонок расклад лучше, но они молодцы, схитрожопили. О, похоже, ты боишься, что не дотянешь до 500 штук. Все ощутили напряжение. Да, девчуля такая прям уверенная, молодец. На 33 день, в конце. Ты даешь себе всего 33 дня? Я даю тебе 33 дня. Окей, хорошо. Мне девушка прям так стоит уверенно. Вы ребята такие милые, и в то же время подкалываете друг друга. Что ж, приступим. Итак, поскольку бури разрушают ваше убежище, в этом испытании вы будете бороться за огромную палатку. Она не пропускает насекомых, воду. Сейчас сезон ураганов будет очень кстати. Ты хотела бы такую? Ну, я бы взяла, но может, почувствовав такой комфорт, парни уйдут? Или дольше продержатся. О, вряд ли. О, как приятно. Время принимать решение. Это испытание отличается от прошлого, ведь обе команды могут выиграть палатку. Палатка будет моей. Она отлично встанет вот тут. Ну посмотрим, он такой самоуверенный. Палатка будет моей, сидит, просто смотрит. Как будто тиммейстом пытается ее заработать. Это выбыть. Что надо? Вот тут. Все, что нужно сделать, это выбыть. Если она согласится, в эту ночь я уже буду одна. Не надо соглашаться. Так, когда мы выиграли прошлое испытание, принимай решение первой. Нет, ну уже, Джулия. Ты согласна выбыть, чтобы твоя команда получила палатку? Это бессмысленно. У них и так хорошее убежище. Я беру палатку. Зачем? Убежище и так хорошее. Оно же даже не протекло у них. Я не знаю. Мне очень грустно. Она просто подружку свою кинула. Она такая уверенная в себе была, прям как будто до конца готова пройти. И тут, а, ладно, хрен с ним. Что ж, похоже, теперь я совсем одна. И это жесть. Потому что, как мне кажется, каждая из них была ответственна за отдельные моменты в их выживании. Теперь она остается одна. Может быть такое, что чем-то она будет хуже заниматься, чем ее подружка. А так они бы вместе смогли бы вдвоем все это сделать. Это первое. Второе. Ей одной будет скучно, но и одиноко. Она просто из-за какой-то палатки согласилась. Зачем ей эта палатка нахрен без двух рабочих ручек? Не веря, что ты согласилась. Теперь твоя очередь. Что важнее, ты или палатка? Вот парни, как будто бы, было бы лучше, чтобы они согласились. Вот им это нужно. Хорошо. А вот он поступил правильно. Спасибо, что пришла. И тебе. Это было что-то. Стоп. Вот теперь я на это смотрю и реально думаю, что парни вполне могут выиграть. Как можно было так тупануть? Ну честно, это ужасный выбор. Стоп, 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 стоп. Я думаю, это решение очень важно для общей стратегии победы, но я думала, что смогу хотя бы обнять ее на прощание. Она просто свалила на веселе. У нас не стопроцентная защита от дождя, и это ставит успех под угрозу. Нет, ну смотрите, это 20-й день. Судя по таймлайну видоса, это только половина. Ей одной так сложно будет. Строение сразу поменялось. А у моста, пока Федра забирала свою новую палатку, Ти Джей тайком остался, чтобы все разузнать. Стоп. Да ладно. И то, что он узнал, было подобно золоту. Странно отправлять за палаткой одного человека. Теперь я знаю, что осталась одна женщина. Ей не продержаться дольше двоих. Надо сказать Пэту. Патрик, ты спишь? Я проследил. Как так можно было все запороть? Все шло идеально до этого момента. Она осталась одна. Та, с кем ты соревновался в первом испытании. У нас меньше еды. Хуже укрытия. Когда ты так говоришь, мне кажется, я поступил неправильно. Ты бы предпочел палатку или меня? Палатку. Реально? Для Ти Джея информация, которую он добыл у моста, похоже, только ухудшила положение парней. Он отказался от сухого укрытия и вернулся. Кто так поступает? Ти Джей. Возьми он палатку, мы бы точно победили. Всем известно, что укрытие это главное. Не, ну смотрите, а у них-то дизмораль пошла. Может быть, у нее одно еще есть шансы? В лагере девушек Федра спасала всю команду, установив палатку всего за несколько часов. Но это даже не честно, то, что она получит столько же денег, сколько и все остальные девушки. При том, что кто-то там вообще в первые дни ушел. Смотрите, как круто. На случай, если кто-то сомневается, кто победит, тут прохладно, нет мошек, тут столько места, не знаю, куда мне столько. У Федры стало больше места, но парни поняли, что иметь напарника это главное, что поможет им выиграть полмиллиона долларов. У тебя есть палатка, но ты совсем одна. А нас в мужском лагере все еще двое. Мы можем общаться. К третьему испытанию она захочет уйти. Точно, бро. Рядом с Джулией было хорошо. Я, честно говоря, разбаловалась, общаясь с таким замечательным человеком. Ну, не такая она уж и замечательная, да. Я не знаю, но может у этой Джулии были личные мотивы. Домой хотела вернуться устала. Как же это странно. Она будто даже долго не думала, а сразу согласилась. У парней есть нечто большее, чем дружно. Мы идем ловить раков. Вот зачем нужна команда. Нужно добыть еды. Жизнь на природе шла гораздо лучше, чем ожидалось. Вот так. Что? Каймановая черепаха. Ой, черепашечку отпусти! В то время, как парни наконец процветали, Федро погрузилась в мрачные мысли. Оказавшись здесь в полном одиночестве, я кое-что поняла. Я правда скучаю по физическому контакту с людьми. По возможности обнять кого-нибудь. Дать пять. Люди же социальные существа. Дай пять. Если сейчас она сдастся, но дальше в видео, я ее осуждать не буду. Но я думаю, что ее тиммейты, ну девчонки другие, они ее осудят. В этот момент Федро начала разговаривать сама с собой от одиночества. А дружба между парнями продолжала крепнуть. Че, Артюак, она себя родом! Ты смотри, какая здоровая! Она метр шестьдесят. Ни хрена. Ой, метр девяносто пять. Она точно не умеет. Ти-Джей и Патрик привязались друг к другу, и я знал, как проверить их дружбу в тридцатый день. Ты будешь капитаном? Я спрашивала, но никого больше нет. По умолчанию капитан я. Окей. Ты был в десятый день, ты в двадцатый. Кто будет капитаном в тридцатый день? Патрик. Спина к спине. Вот так. Иди и победи. Давай, чувак. В этот раз у нас тут линия, а не растения. А вы давно не виделись. Не ожидала тебя здесь увидеть. Вау. Да? Вы готовы услышать правила? Да, сэр. Вот в чем суть. Семьи каждого из участников... О, боже, классический ход, ну ладно. ...на другой стороне леса. И у вас есть выбор. Вы можете увидеть семью, или ваша команда может увидеть семьи. У меня есть сын, которого я очень хочу увидеть. Так что я выбираю себя. Надо там выбирать некого. Бедная девушка. Могла бы просто обмануть Патрика, убедив, что она не последняя девушка. А ты? Выбираешь лагерь? Или тоже себя? Я хочу увидеть детей. Тоже выбираю себя. Окей. Решение принято. Садитесь в вертолеты и в путь. Не, ну если этот чел на него обидится, моего тиммейт, да, который с длинными волосиками, это будет глупо. Он бы как будто бы сам не выбрал увидеть свою семью. Как же я рада тебя видеть. Я тоже рада. Офигеть, у нее такой сын взрослый, она сама так молодо выглядит. Люблю тебя, пап. Привет. Скажи, мистер бист челлендж. Вот так. Вот так. Вот так. Эй, красотка. Сейчас классический момент детей увидит, захочет вернуться. Я скучала по маме, я очень скучала по сыну. Моя семья – главная причина, по которой я здесь, по которой я все еще держусь. Таймер перезагрузился. Ждем еще 10 дней. Я просто буду сидеть тут и грустить. Я сегодня не в лучшей форме, и я подумала о прошлом испытании. Я очень благодарна за этот опыт и за то, что он приехал, но, увидев Линкольна, я очень хочу домой. О-о-о, вот этот стандартный ход Джимми сработал. Я никуда не уйду. Я немного волновался, когда Пэт увидел свою семью. Я готов к четвертому испытанию. Но это разожгло в нем огонь. Он сказал, я выиграю. Наоборот, для него плюс мотивация, да. Потому что доверял другому. А это как раз докажет, насколько крепкая, хорошая дружба сильнее самостоятельных действий. И хотя наличие рядом человека может развеять скуку, в одиночестве тоже есть плюсы. Не знаю, смогу ли я все это съесть. У меня еды больше, чем в меня влезет. И я остаюсь мужчиной. Таким образом, это была битва еды против дружбы. Но все же зависит в большей степени от ее морального состояния. До сих пор, пока ночью в мужской лагерь не пришел незваный гость. Кто там? Что это было? Там что-то есть. О, чёрт. Не двигайся. Змея? Что? Что? Нет, змея бы так не шумал. Кто это? Когда наступило утро, Ти-Джей осмелился выяснить, что же было источником шума. Да, это точно медвежий гость. Реально? Подтверждено нашей камерой. Охренеть! Ему очень сильно повезло. Ведь подошел прямо к убежищу мужчин, что напугало бы любого человека. Этой ночью в лагерь пришел медведь. Круто. И хотя вчера Патрик был уверен в том, что останется... Я никуда не уйду. Эта встреча заставила его передумать. Ты видел мою семью? Этот медведь заставил меня понять, что я не люблю походы. Неожиданно. Я диджей. Йоу, Ти-Джей. Нужно поговорить. Да, что такое? Мы с Ти-Джеем поговорили. Ти-Джей, Ди-Джей. Еды будет больше, если я уйду. И Ти-Джей сможет победить. То, что он сказал мне, я тебе доверяю, я ухожу. Это важно. Да, это... Это так жестко, как все быстро изменилось. Один день. Я остаюсь, да! Ой, ну я пойду. Но я его не осуждаю. Прекрасно понимаю, учитывая то, что его жизнью угрожала опасность. Он справится? Прошу, дай мне рацию. Патрик, мужской лагерь. Я ухожу из соревнований. Вот теперь они прямо наравне. О, это же этот... О, и Логан Пол. Кейсай, да? Не путаешь же его? Уже еду. И раз уж тут Логан Пол и Кейсай, я возьму их с собой. Чувак, как красиво! Если уж и выживать в лесу, то только в таком окружении. Как ты вообще ориентируешься? Что? О, нет, я только что увидел муху. Йоу! Просто муху! Мне сказали, что ты уходишь? Да. Блин, вот поместили бы вот так, как для выживания блогеров. Это было бы еще эпичнее. С их эмоциональностью, там, блогеров и стримеров. Хочу оставить ему как можно больше еды. Покажете, сколько у вас еды? О, да, конечно. Идем в кладовую. Когда он уйдет, на сколько? Как думаешь, тебе этого хватит? На 60 дней до 6-го испытания. А сколько, по-твоему, выдержит она или они? До 5-го испытания. Без шансов. Она или они? Он же подтвердил прям то, что она одна точно осталась. Ну, как бы и парни это знают, и Джимми это знает, но они не знали этого на 100%. Наверняка. В качестве. А я только начинаю. Жаль, на тебя не позвали. Кто знает, все впереди. Но я бы не смогла там долго продержаться. Я такая... У нас преимущество. Презыгливая, и нытик немножко. Хотя, с другой стороны, вот когда мы были на озере, там всего 2 ночи, я старалась как могла там как-то всех собрать, скоординировать. Но не знаю. Может быть, это я так в себе не уверена сейчас, а на деле была бы надежной. Я здесь один! В лагерях осталось по одному участнику. Ти-джей и Федро боролись с одиночеством ради того, чтобы принести своей команде полмиллиона. И если Ти-джей ловил зверей ради еды... Какое пузо! Федро ловила их, чтобы они жили с ней. Принцесса Ширли. Ни Ти-джей, ни Федро не собирались сдаваться. Так они добрались до сорокового дня. И, конечно же, нового испытания. Привет! Прошло 10 дней! Привет! Круто, что ты провела это время одна, но... Как ты собираешься меня победить? У нас еды на 80 дней. У меня нет обязательств дома. Смотри, ты хитрожопит, да? Как же он хитрожопит! Говорил, что там до шестого испытания, теперь на 80 дней! Блин, уже второй же раз он это делает, да? Кого нам весело в лагере? Тут нечего делать! Я не буду забегать вперед и говорить еще 90 дней, а точно выиграю. Потому что, когда начнешь зазнаваться... Ну, через 20-30 дней. Ты точно уверена? А Линкольн... Опа! Не думаю, что стоит использовать именно детей как оружие. Да-да-да. Как она отреагировала круто! Да и методы хороши. Напряженно. То, как ты со мной общаешься, не влияет на то, сколько я решу остаться. Взаимно. Что ж, время для испытаний. Он такой символидейный. Вам дадут предметы для выживания. Напишите название предмета на доске, и он ваш. Но, если оба напишут одну и ту же вещь, никто ее не получит. То есть, вам придется убедить другого оставить предмет себе. И первый предмет — удочка и полный ящик наживки. Откажется ли кто-то от предмета, не получив ничего взамен? Оба написали «удочка». Так себе начало. Дальше у нас «Дюд Вайпс». Спонсор этого видео. Что это? Смываемые влажные салфетки. На 99% растительные материалы и вода. О, очень освежает. Время для, пожалуй, важнейшего голосования в вашей жизни. Они лучше туалетной бумаги и отлично заменяют душ. А этим двоим он не помешал бы. Он написал «Дюд Вайпс», а она написала... Ничего. Поздравляю. Держись. Решила подыграть. У меня «Дюд Вайпс». Третий предмет — еще больше «Дюд Вайпс». Это же спонсор видео. Как тебе «Дюд Вайпс»? Ну, поработают. Да, отлично работает. Голосуем. Написал что-нибудь? Нет! Вот твой «Дюд Вайпс». Мне кажется, они специально договорились, чтобы у нее были салфетки и у него, ну, как спонсор видеоролика. Шанс помыться после месяца в лесу очень их подбодрил. И на данном этапе любой из них мог выиграть. Но благодаря стратегии девушек, которые намеренно выбыли в начале, Федро вообще не беспокоится о еде. Он спросил, насколько тебя хватит. Мой ответ таков. До тех пор, пока они не решат уйти сами. Шли дни, и Ти Джей все больше верил, что победит. Я уверен, что... Ну, как-то дезморалила немножко, ну, не настолько сильно. Такая уверенная, смелая. Когда он про ребенка сказал, она такой ему отпор хороший дала. Все закончится на пятом испытании. Я очень удивлюсь, если это затянется еще дольше. Мое сердце, душа и разум говорят «пятое испытание». Несмотря на то, что все свелось к битве один на один, и Ти Джей и Федро борются за полмиллиона ради команды, а для Ти Джея победа не могла наступить так скоро. Я съем двойную порцию риса, чтобы убедиться, что у меня будет прекрасный победный 50-й день. Что ж, проверим это на деле. Правда ли испытание в 50-й день будет в пользу Ти Джея? Участники, сюда, сюда. Я не смог приехать на 50-й день, потому что я на неделю в пещере. Ооо, как раз это видео. Так что я... Такой фончик еще. Ну и как пещера? Боже, это безумие! Думаю, это сложно параллельно снимать вот так несколько видеороликов. Понял. Как думаете, каким будет это испытанием? Я не знаю. Я вижу, как... Но она так довольно ухоженно выглядит, да? Для человека, который живет там в лесу, блеск у нее на губах. Так макияжа больше не вижу, но он тоже неплохо выглядит. Как-то... Мне кажется, что у предмета гигиены им все равно позволяют с собой взять какие-то... Понял. Как думаете, каким будет это испытанием? Я не знаю. Я вижу контейнер с написью «припасы». На 50-й день мы будем праздновать. И вы оба получите фистаблс! Да! Но они не знали, что их ждет сюрприз. Каждому по большой упаковке шоколада. Как мило! Ура! Они продаются в Уолмарт. А подставы никакой не будет? Альберт Санс и Крогер по всей стране. Купите фистаблс и попробуйте сами. И все? Идите обратно. Ешьте шоколад или храните его. Ура! Увидимся на 60-й день. Блин, ну как-то даже грустно. Могли бы и шоколад дать испытание какое-то. Ну и кшончик там. Они далеко? Ага. Окей. Они не знают, Чендлер, но в одной из шоколадок спрятано послание, в котором говорится, что нужно вернуться к мосту, чтобы получить еду на три дня. О! Покажи зрителям еду. Посмотрим, кто первый найдет послание и выиграет эту еду. А ведь кто-то может запастись, ну в плане с шоколадом оставить его на потом. А, ну хотя, видимо, эта еда будет актуальна в течение нескольких дней, да? То есть туда можно будет прийти и взять... До встречи, Чендлер! Люблю тебя! Эй! Скажи! Жестоко! Я думала, что это было жестоко. Пятое испытание. Мы, наконец, получили фестаблз. Это шоколад. Шоколад тает. Надо найти место, где мне его хранить. Я, пожалуй, открою еще одну. Ведь, честно говоря, да, это перебор. Но это мой прежде. Я буду есть подольки после еды. И мне хватит на оставшееся время. Душевное состояние после пятого испытания просто... Отличное. Ти-Джей был уверен в себе, но так экономил, что почти не притронулся к фестаблз. Думаю, лучше экономить шоколад, потому что он очень ценен. Я знаю, его нужно сохранить. И он хранил. За следующие три дня Ти-Джей не съел ни кусочка. Но на 57-й день он нашел свой любимый вкус. Арахисовый фестаблз. О, что? Тут что-то написано. О, как это ты виллион кадаш? Билетик. Фестаблз подождет. Вперед. Еда на три дня. Так много. Идем. Ее не видно. И будет ли там еда или нет? Может, это наша победа? Похоже. Нет. Она ее забрала. Черт. Федра опередила Ти-Джея, потому что вот что случилось четыре дня назад. Еда на три дня. О, она все еще здесь. О, ребята. Как приятно победить. Черт. Федры нет, чтобы ее... Ну, ей прям повезло, да? То, что она раньше это обнаружила. Злить. Мне так грозно. Я зря бежал. Кажется, что... Мне кажется, Бис снимает постанову. Его даже разоплачили. Понимаешь? Даже раньше я смотрела видео, и были заметные моменты с манипуляциями какими-то, да? Такие моменты, в которых, ну, будто специально что-то было запланировано для большей эпичности. И такие моменты добавляют все. Что наши русскоязычные ютуберы, что мистер Бист. Да, там были действительно жесткие темки, за которые можно там у Джимми спросить, почему, зачем и как он это делал. Но в то же время, я бы не сказала, что все его видео-постановы. Понятное дело, вот он зовет там семью, да? Что-то кто-то из семьи говорит. Это могут специально сделать. Кроме того, он наблюдает за каждым из участников. Там работают психологи. И, возможно, именно психологи и подсказывают, как надавить на того или иного участника, как подобрать испытания. Я был здесь зря. Если Ти Джей не будет осторожен, это чувство может стать реальностью. Один из них принесет команде полмиллиона, в то время как другой проведет месяцы в лесу и вернется ни с чем. Я не могу жить за счет природы. На это уходит много калорий и не гарантирует еду каждый день. Я только что доел последнюю яичницу. Как раньше люди выживали, а? Мне очень сложно находиться здесь в одиночестве. Каждый день трудный, и это сказывается на мне. Сейчас 9.59. Завтра закончатся припасы. Я молюсь, чтобы завтрашним призом была еда. Я пока не хочу сдаваться. Я думала, он скажет, я молюсь, чтобы она сдалась. Пытание в 60-й день. Итак, вы встречались на 40-й день. Два месяца уже прошло. И вот снова на 60-й. Офигеть. Вас двое. Как тебе три дня с кучей еды? Я хотела спросить, как тебе шоколадки? Как ощущения? Еще 10 дней выдержишь? О, я выдержу эти 10 дней. Испытание в 60-й день простое. Вы пишете любую вещь. Показываете, что написали. И если одобряете выбор друг друга, то получаете оба предмета. Но если хотя бы один откажется, то оба останутся ни с чем. Попроси о многом, и она может сказать нет. Попроси о малом, и может получишь это. Записала, что хочешь? Да. А ты записал, что хочешь? Да. Три, два, один. Покажите. И? Федра хочет набор для рисования. А Ти Джей хочет личного повара на неделю. Серьезно? Два блюда в день. Нифига себе! Со специями и продуктами. А так можно было? Ты должны получить этот набор. О, да. Он одобрил набор для рисования. Так, так мило. Ну блин, личный повар, чел, ты серьезно? А из чего он тебе готовить будет? Он же тогда и продукты принесет. Читерно. Ты одобришь личного повара на неделю два блюда в день со специями? Завтра у меня закончатся припасы. Ну чел, нет, она вряд ли согласится. Я бы с радостью, но не могу, придется сказать нет. Ну реально, повар, значит, ты еда. Чел! Ты очень жадный. Это был 60-й день. Можете побеседовать. Удачи в следующие 10 дней. Увидимся на 70-й. Ага. Хорошо, пока. Пока. Для меня проблема заключается не в физических трудностях, а в ментальных. Идея не удалась. Все надеялись на меня и мечтали. Думаю, эта ноша больше не по мне. Я так хочу домой. Я здесь уже так долго. Я только что получил звонок по рации. Кто-то хочет уйти. Тот, кто хочет сдаться, ждет меня в этой машине. Я думаю, что это парень, потому что еда у него кончилась. Он же говорил то, что в какой-то момент получается что-то добыть, а в какой-то нет. Приведите команды! Каждый из них сейчас узнает, выиграла ли его команда 500 тысяч долларов. На какой день первая девушка ушла? Там на второй, на третий? И просто выиграть нифига! Это будут мужчины или женщины? Тот, кто сдался... Нет, 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 выиграю девушку. Сейчас покажет себя. Да, ну блин, он бы смог остаться только при помощи какого-то чуда. Но тогда бы ролик шел гораздо длиннее, и нам бы показали, каким образом он смог бы найти еду. Играли, а девушки победили! Мы не хотим отпускать вас ни с чем, поэтому каждый получит по 10 тысяч. За участие. Федра все еще одна в лагере девушек и не знает, что она победила. Смотрите, сколько у нее там запасов еще. Федра, ты здесь? Ты здесь? Ага, идем со мной. Я нашел этот рюкзак, интересно, он твой? Может быть. Вообще-то я соврал, ты победила! Найс! Я так по вам скучала. Думала о вас каждый сделает. Ты сделала это. Вы выиграли по 100 тысяч долларов! В следующий раз повезет, парни. Было бы справедливо, если бы каждая из девушек, на которые ушли, хотя бы, ну, там, тысяч 10 из своих 100 тысяч отдала бы ей, потому что она выиграла им победу! При том, что кто-то ушел как можно раньше. Ну, это очень круто! Девчонки с самого начала вели себя, ну, прям, очень тактично. У них была тактика, и они придерживались. На середине видео я реально сомневалась в правильности решения с палаткой. Я думаю, что если бы девчонок было двое, там, видели, сколько было бы еды? Еда к 60-му дню никак бы не закончилась, и просто этой девушке было бы гораздо проще выживать. Тут вот пишут то, что это постанова. Почему? Почему вы думаете то, что это постанова? В целом, за счет того, какая сейчас репутация у Джимми, и какие наезды в его сторону? Или же есть какие-то аргументы? Вот это мне интересно. Потому что если бы просто сейчас все под одну гребенку, все его видео, все его старания, то это неправильно, в любом случае. А если же есть какие-то доказательства, и кто-то их где-то предоставлял, то это совсем иное. Парни уходили, другие дизморалили, уходила девушка, остальные были замотивированы. Ну, да. Из-за наездов, скорее всего. Чтоб Джимми не тренили. Ну, слушайте, я не знаю, посмотрим, что будет дальше. Я не считаю Джимми каким-то дьяволом в платье. И далеко это не так. Просто несколько моментов подстроил. Окей, он блогер-миллионник. Было бы странно, если бы он все делал бы идеально, четко и чисто. Все мы, люди, одинаковые. В том плане, что совершаем какие-то ошибки, профукиваемся где-то. И если он показал себе не очень хорошо с этой стороны, окей, он тоже человек. Он не идеальный какой-то там, да. Он не ангел в платье, не какое-то божество. Просто обычный человек такой же, как и мы с вами. Потому что если проиграет женщина, то мистер Би станет женщиной-ненавистником. Почему? Почему? Здесь же как-то, я не знаю, где вот здесь могла быть постановка. При том, что показывали, когда команды очень сильное влияние на исход оказывало решение именно команд. То есть в самом начале уже было заметно, что девушки выиграют. В середине были сомнения. Ну а так, как он мог все это подстроить? Больше дать еды девушкам. Но там же в самом начале, когда одна из девушек стреляла из лука, она сама добыла еду. Например, ту же самую. Вот, еще пишут. Думаю, парни тупо не экономили еду. Да, так девушки начали с самого начала уходить понемножку, а парни в пятером довольно долго были. Но это глупо, понимаете? Просто из-за того, что кто-то, где-то, кого-то в чем-то обвинил. Сейчас поголовно каждый ролик Джимми и его самого обвинять в постановках. Это неправильно. Надо четко, ясно, по аргументам. И действительно, если выдвигать такие обвинения, то делать это только так. Ну и все, мы людям сказали, что Деда Мороза нет. А это так и выглядит на самом деле.